Йоу, всем привет ребятки, меня зовут Вячеслав, это канал Беллифордгеймс, и мы продолжаем проходить Hitman нулевой пациент. Я загрузился чуть-чуть пораньше, чтобы успеть сбегать за ломом, я его нашел, он лежит вот здесь, на пирсе, в коробке, в огромной коробке с инструментами. Не знаю кому, даже это не коробка с инструментами, это просто ящик. Короче не знаю кому пришло в голову оставить его здесь, но во всяком случае лом мы нашли и теперь нужно бегом бежать и готовиться к исполнению нашего плана. Возможно кто-то пытался починить им лодку, но не совсем понятно как можно починить лодку при помощи лома. Нам нужно пробраться наверх, нам нужно пробраться наверх. Это Крейг Блэк. Это мы уже видели, это мы уже видели, это мы уже читали, а ты типу стоишь тут да? Ты никуда уходить не собираешься. Че он там стоит? Че он там стоит и кого он пасет непонятно. Камера, ты серьезно?! Блин, а где это хранилище? Где это хранилище в котором они держат данные? Так он ушел. Он ушел. Ему в принципе на меня пофиг. Так что давайте быстренько прокрадемся наверх. Так а почему? Подожди, а как он меня заметил через штору? Это что-то нелегальное по-моему. Загружаемся еще раз тогда. Блин, ну хорошо, давайте тогда сделаем все как в прошлый раз. Просто сейчас я возьму лом и и устраню этого типочка, который служитель церкви, переоденусь в его маскировку и поднимусь наверх. Сделаем тогда таким образом. Получится немножечко дольше. Никуда не будем спешить. Поспешишь, людей насмешишь. Так, лом у нас есть, хорошо. Берем, прячем, чтобы не палиться. Хотя он вроде бы не подозрительный, но мало ли. Мало ли. Мистер Зеленые Пальцы? Че? Че назвал меня Мистер Зеленые Пальцы? Да, привет, привет. Так, Крейг Блэк. Ну хорошо, сохраняемся тогда. И ждем. И ждем. Пока вон тот типок уйдет. Может быть мы, конечно... Да вы что, блять, со своей камерой издеваетесь надо мной? Я не хочу и попадаться, потому что мне потом придется искать это место, где мне нужно будет удалить улики. А я не хочу искать это место, потому что, если быть откровенным, я в первой части задолбался их искать. И они находятся совершенно в рандомных местах. Если бы вы подумали, что это находится где-то в операторской, то нет. Это не находится где-то в операторской. Короче, совершенно... А, так у меня есть ключ. У меня же есть ключ. Нет ключа? Блин, тогда давай ломом. Ну норм. Отлично. Так, хорошо. Смотри, как сделаем. Ждем его здесь. Можно затопить раковину. Или он сам придет. Давайте затопим. Он придет ее проверять и я его вырублю. Активировано отвлекающее средство. Оно показывает, да? Я еще раз перезапишусь на всякий случай. Оно показывает даже какого человека это отвлечет. Блин, ну это прекрасно на самом деле. Это на самом деле прекрасно. Так, он зашел. Берем в руки гаечный ключ. Это не смертельное оружие. Ждем. Ждем, когда он будет поворачиваться обратно. Но он меня заметил, да? Понятно. Загрузить. Я выбрал дерьмовое место, чтобы спрятаться. Я выбрал отвратительное место, чтобы спрятаться. Вот, можно же спрятаться просто вот здесь. В чем проблема? Что это еще за склад? Там вот какие-то есть люди тоже. Они что-то охраняют. Ладно, непонятно. Кстати, я вот еще думаю по поводу вируса. Если мы уроним люстру ему на башку, не уничтожит ли это вирус? Как бы если вирус у него в кармане, а мы на него скидываем люстру, ну вы прикиньте, с потолка. То логично же, что раздавится все. Но не знаю, как это будет работать. Давайте посмотрим. До встречи еще остается какое-то время. И у нас есть, в принципе, все шансы на то, чтобы устранить вот этого паренька, который находится на крыше. Ну и просто ждать. И просто ждать. Не знаю. Я, если честно, не знаю, как это пройдется. Но надеюсь, что это пройдет так, как я это и задумал. Давайте вот просто сразу вырубим его. Потому что он будет нам мешать. Он будет нам мешать. Можно, конечно, его скинуть. Но при этом мы его убьем. А я уже говорил, что я не хочу никого убивать. А зачем здесь перепрыгивать? И чё? Здесь, по идее, есть какой-то спуск, да? Я даже знаю, какой. Скорее всего, это эта труба. Только ее чуть не видно. А, вот она. То есть мы потом по-тихому можем быстренько спуститься, чтобы успеть обобрать его труп, когда он умрет. Так, чё не идет? Может быть, переодеться телохранителя? Так, колокол звонит. Сломать лебедку. Ну, по идее, он идет. Хорошо, сохраняемся. И давайте я его дождусь тогда и продолжу, чтобы время не тянуть. Идет он довольно долго, поэтому просто подожду. Так, подожди, слышь, а он приперся на кладбище. Чё-то я не пойму, почему он пришел на кладбище. У них встреча на кладбище? Тогда на кой хер мне нужна эта лебедка вообще, если они на кладбище встречаются? Может быть, он сейчас пройдет? Может быть. Давайте сохранимся еще раз, потому что я не уверен, что мне получится это провернуть с первого раза. Так вот, я имею в виду, может быть, он пройдет внутри церкви? Под лебедкой? Ну, вроде как, не совсем. Мне кажется, он сейчас выйдет вон там. С боковой двери просто выйдет, ну и все. Или нет? Или он пройдет внутри? Нет, он выходит с боковой двери. Он выходит с боковой двери. И зачем мне тогда нужна эта лебедка и лом? В чем прикол? Ну, типа, если я это сломаю, это просто упадет вниз. Блин, я-то думал, у них будет встреча под колоколом. А нет, у них встреча не под колоколом. Но он там не один, там охраны куча. У меня не получится его устранить там. У этого парня тоже охраны дохерища. Типа, знаешь, если бы у меня была снайперка, то я бы мог стрельнуть в мотоцикл вон, который там стоит, и он бы просто вместе с ним взорвался бы. Давайте просто сейчас понаблюдаем за встречей. Че он там руками махает? Блин, и бинокля ведь никакого нет. Че у меня так мало инвентаря? У меня была снайперка, у меня была отмычка, все нахер позабирали. Вот серьезно, был вообще снайперка просто, можно было бы их убить. Так, ну ладно, все проходит не так, как я планировал. То есть встреча у них происходит на кладбище. Но я могу замаскироваться под тело хранителя. И че мне это даст? Я смогу спуститься вниз и подождать кого-то из них внизу, да? То есть вот этого я, например, могу сейчас толкнуть. А этот пойдет обратно, может быть, через лебедку? Как он пойдет обратно? Подожди. Он пойдет обратно таким же путем, каким он пришел сюда, да? Встреча завершена. Так, подожди, нет, ну лебедка это по-любому какое-то, ну, прям очевидное средство устранения одного из них. Но никто туда не идет. Поэтому я не совсем выкупаю, в чем прикол. Средство у Блэка. А этот куда уходит? Он, получается, уходит на свою яхту и просто покидает остров? Ладно, давайте тогда загружаться, потому что... План с лебедкой провалился, да? Тогда мне лом нахер не нужен. Ладно, пускай будет, я загружусь с этого момента. Попробую сейчас переодеться в одного из телохранителей. Только я реально не знаю, что мне это даст. Попробуем сейчас переодеться в одного из этих типов. Но мне это даст совершенно немногое, потому что все остальные телохранители теперь будут меня палить. Потому что по логике они друг друга знают. Ну да, в принципе, если это упадет внизу, то вообще непонятно, кого это заденет. А зачем тогда? Блин, а чё... чё ж... чё ж я упустил? Он меня не палит, дай ему на меня насрать. Хорошо, то есть это не те телохранители. Меня палят телохранители, которые при нём. Да, меня палят эти телохранители. Они меня даже туда не пускают. Прикол, я туда даже пройти никак не смогу. А как же мне его устранить тогда? Блин, ну тут встреча у них прям под наблюдением. Хм... Блин, а это сложно так-то? Да, я понял, что он меня запалил. Мне сейчас как бы насрать. Я просто пытаюсь понять... Как мне это всё провернуть. Можно, конечно, спуститься здесь. И потом залезть вон там. И устранить двух охранников. И потом стоять там одному. Блин, давайте, короче, загружаться отсюда, потому что здесь... У нас времени побольше. Я хочу это сделать чётко. Я не хочу идти на таран, просто всех убивать, перестреливать. Это же неинтересно. Интересно немного подумать. Вот, по идее, теперь... Утечку масла. А есть у меня какая-то спичка потом? Ну или зажигалка. Вот когда он будет здесь проходить, чтобы это взорвать. Давайте попробуем сейчас сделать... Взрыв. Типа как это взорвать? Надо просто стрельнуть в масло? Да, надо просто стрельнуть в масло. Хм. Смогу ли я с крыши стрельнуть в масло? Вот в чём вопрос. Ну по теории. Это же тогда убьёт не только его, а его телохранителей. Хотя, если стрельнуть в подходящий момент... Эти чуваки здесь стоят всё время, да? Эти чуваки здесь стоят всё время. Но тут есть для них... Мусорка. Вот, сюда можно их затрамбовать. Давайте попробуем сейчас их устранить. Типа вот так? Запалит ли другой? Запалит ли другой? А я пока знаете чё сделаю? Я сделаю наоборот. Типа допустим. ОК, я успел. Да, хорош. То есть смотри, я себе подготовил плацдарм. Не подготовил. А почему они так быстро пришли? Почему они так быстро пришли? У меня не хватает времени. У меня на это дело не хватает времени. Ну надо пробовать. Я тогда смогу просто прийти и столкнуть его с моста. После завершения их встречи. Блин, а как это? Мне же не размножиться, серьёзно. Это надо сделать очень быстро. Допустим. Монетку сюда. ОК. Ты пошёл проверять. Я беру ключ. Я беру ключ. Ты отвернулся, пошёл проверять. Тебе. По морде. Он меня не видит. Или видит. Ну вроде как нет. Хорошо, быстро. Ключ. Быстро по морде тебе. Так, давай тащить. Бляха, они уже идут сюда. Они уже идут сюда. Серьёзно? Это какая-то перерабатывающая машина? Смотри, а он встал возле газонокосилки. То есть можно было его прямо сейчас валить? А какого ж хрена ты взорвалась? Так она взорвалась не вовремя. Чё-то погодь. Она же должна была взорваться в тот момент, когда он там подходит. А он начал курить. Он курить начал там? Серьёзно? Блях. Тогда слышь чё? Смотри. Я сейчас быстренько поднимаюсь наверх. Прямо мгновенно. Отпереть. Лом. Отсутствует? А, ну да. Я же его не забрал. Я же его не забрал. Понятно. Это я молодец. Это я молодец. А чё так сложно? Давайте тогда найдём место, с которого можно будет стрельнуть безопасно по газонокосилке. Место, с которого можно будет безопасно стрельнуть, находится где? Ну, по идее, оно находится на крыше. Меня заметили, нет? А вот и лом. Бляха. Он был так близко, представляете? Он был так близко, а я его и не знаю. А чё ты? А как это? Его не убило выстрел? А его взрывом не убило? Чего? А почему его взрывом-то не убило? Чё-то какой-то бред, нет? Чё-то какой-то бред. Я, я запутался, я растерялся. Короче, ладно, ничего страшного. Тогда бежим. Делаем. Но если я его здесь потом буду сталкивать, они заметят. И он меня заметил, да? И он меня заметил. Ладно, тогда это не вариант, короче. Это не вариант, надо придумать что-то другое. Ну, я склоняюсь к тому, что нужно сейчас взять лом, а потом хер его знает, что делать. А потом хер его знает, что делать. Пойдём возьмём лом. Вот. И никаких ведь возможностей нет. В этом-то и фишка. Тут он станет курить, может быть он далеко отошёл. Я имею в виду от газонокосилки. Может быть. Дверь открыта. Дверь открыта. Давайте ждать. Чё мне сделают за устранение посторонних? Ну вот реально, допустим. Несчастный случай с охранником. Убит посторонний. Найдено тело. И чё? Насколько это плохо влияет на мою репутацию? То есть оно помечается красным. Типа так делать нельзя, да? Чё вы пришли? Давайте сохранимся. Я хз. Я хз. Что-то происходит, будем делать. Короче. У них скоро встреча. А, подожди. Его изолирует. Он сам там стоит. Так я щас. И до свидания. What the fuck? Подожди. А как ты меня заметил? Он телепортировался. Вы заметили? Он телепортировался. Значит я его щас просто глушу. С пистолетом и всё. И выкидываю. Он же спиной стоит. Я хоть то сохранение загрузил? Нет, не то. А где то? А где то сохранение? А вот оно. Блин, походу в этом дополнении всех будут с пистолета убивать. Так а чё делать? Я пытался чё-то подстроить с бензоколонку. Ну, пытался чё-то подстроить с газонокосилкой. Меня опрокинули. Пытался чё-то подстроить с колоколом. Меня тоже опрокинули. Это Крэг Блэк. Ох! А как они меня заметили? Как, почему, почему их так до хера здесь сразу стало? И как они меня заметили? Убийство подтверждено. Был такой пистолет. Кин на пистолет, точнее в CSGO. Представляете? Представляете? Так, а где? Ну вот, один на крыше, да? А чё он там делает вообще? Это какой-то баг, да? Это какой-то баг. Может, ты отойдёшь? Типа... Оп. А ну иди. Иди туда, чё ты там стоишь? Чё ты встал? Блять, а он не хочет никуда уходить. Нет, они меня так видят. Они меня так видят, это не вариант. Знаешь, я думал, они сейчас в замешательстве, и мне будет легко его устранить. Но чё-то не совсем. Чё-то нихера всё равно не получается. Этот сидит дома. Слышь, так а у меня есть слом, да? У меня же есть слом сейчас. Пойдём его убьём и просто переоденемся в него. Пойдём его убьём, переоденемся... Он видел своего, как бы, коллегу, который должен передать ему этот вирус или нет? Если он не видел своего коллегу, то мы можем его убить. Да, мы положим двоих охранников на лестнице. А, их больше. Их прям до хера здесь. То есть я уже проебал и эту возможность, да? Создать утечку масла. Они меня палят. Активировано отвлекающее средство. Почему он мне показывает, что это отвлекающее средство? Может быть, всё-таки есть вариант его там убить? Просто я не хочу перестреливаться со всей его командой. Они виделись? Типа Блэк, вот этот, и Акрам, они виделись? По идее, я могу кого-то из них завалить, переодеться, он мне просто передаст вирус. Ну как его завалить? Как его завалить? Его охраняют. Кстати, вон труп лежит. Очень близко, а он его не видит, прикинь. Активировано отвлекающее средство. И чё он сюда идёт? Чё ты пришёл? Тут и так без тебя, да хуя людей. Бля, вот этого бы убрать как-то. Иди отсюда, слышь. Иди отсюда. Чё он стоит? Вот. И чё? Иди отсюда, слышь. Вот. Иди отсюда. Чё такое? А, и этот вышел, да? Идёт осмотр зоны. Так понятно, ты нашёл оружие, придурочный. Его же убило. Не, ну в теории, смотри, он сдох. То есть, может быть, я просто стрельнул неподходящий момент. То есть, газонокосилкой всё-таки реально кого-то убить? А ну-ка, слышь. Вот это, да, вроде бы. Блин, были бы у него какие-то спички бросить, потому что стрелять неудобно. Ну, или какая-то свечка. Ну, никакой ни свечки, ни спичек у меня нет. Приходится стрелять, просто звук выстрела ещё привлекает чуваков. Ну, в чём проблема? Так, уже прошло 30 минут, а я всё топчусь на месте. Ну, получается так, ну а чё хотели? Ну, это такая игра, она неспешная, надо продумывать все варианты движений, стратегию, тактику, знаете, ну, чтобы сделать всё по красоте. Чтобы сделать всё по красоте. Ну, чё-то пока нихуя по красоте не получается-то, но ничего страшного. Так, сохранимся где-нибудь поближе. Где-нибудь поближе сохранимся, примерно здесь. И ждём. Вы же видите, я пытаюсь продумываю разные варианты, но пока ничего не срабатывает. Так, допустим. Он подходит близко к этой машине или нет? Ну, он достаточно близко, да? Ликвидировано. Хорош. Ну, они там пытаются что-то найти, но я же не там. Они меня там не найдут. Кирпич, не надо. Кирпичей полно. Так, смотри. А как нам теперь ликвидировать вон того чувака, который в доме? У него же, получается, вирус остался. И теперь он навстречу не пойдёт. Так, хорошо. Ну, в принципе, всё как я и планировал. Всё как я и планировал, только получилось с небольшой задержкой, потому что... Я думал, он не умер от взрыва. Оказывается, нужно было его немножечко ближе подпустить. В принципе, этого тоже можно убить. Взрывом. Ты мне зайти дашь? Ты мне зайти дашь? Ты мне зайти дашь? Так, смотри. А если я теперь выйду вот здесь? Дам по башке вот этому. И залезу сюда. Как я и планировал сделать изначально. Кто меня палит? Где он? Так, вон он гуляет. Он гуляет. Здесь кто-то есть и здесь дамочка ходит. Свидетель без чувств. Ну и чё? Он же живой. В принципе, это никак не влияет. А чё ты уселась там, слышь? Иди отсюда, ёптыш. Ну ёптвою мать. Чё она там села? В предсела и сидит какая-то притырышная. Давай попробуем пробежать туда быстрей, пока она не приперлась. Просто она меня заметит. Я начну подниматься, она меня заметит. А на пролом варианта нет вообще, там двое охранников стоит. Поэтому на пролом нет варианта даже. That's good. That's good, правильно, правильно. Это хорошо, говорит? Так, вот она только уходит. Замечательно. Она только уходит. От греха подальше. А то она начнет мне. Шумы какие-то от пуль улавливать. Это мне нахер не надо. Это мне не надо. Так, камера уничтожена. Спуститься. Спуститься. Сохраняемся, да? Сохраняемся? Ломик у нас есть? Ху есть! А я же ломик-то не принес. Вот ты, блять. Короче, тут такая ситуация. Я ломик взял. Пришел. Но приперлись его громилы. Но он вроде бы никуда не идет. Найдено те кем найдено тело. Понятно. Найдено тело этим чуваком. Вот, собственно, и я. Я пришел. Но также пришли его охранники. И у нас стало на одну проблему больше. Потому что вот этот Типан теперь будет палить вот этого. Но он вроде бы остается на месте. Он никуда не уходит. Так как ему, скорее всего, доложили, что его друган, с которым он должен был встретиться, отбросил копыта. Ты уйдешь? Так, ну я надеюсь, он уйдет. Тайминги прям вообще обосраться. Он сидит дома. Он сидит дома, он никуда не уходит. Девчонка приходит. А ты уходить собираешься? Или подожди, вот колокол. Вот колокол. А ты навстречу пойдешь? Что-то пока непонятно идет он или нет. Вроде бы да. Да он пошел. Подожди, так если он пошел. Бляха, это печально. Это печально все. Потому что если он пошел, то мне теперь никак его не перехватить. Дома я имею в виду. А успею ли я сделать утечку масла и таким способом убить и его тоже? Мне вот просто интересно, вот он придет. А с кем он будет встречаться там? Там ведь никого нет. Больше. Я имею в виду. Откуда бы мне стрельнуть так, чтобы меня не заметили? Он выходит первый. Отвлекающее средство. Может быть он просто с сигареткой выйдет и его разорвет нахер? Просто вон те типы палят меня тоже. И если я стрельну это будет крайне подозрительно. Нет. Перед уходом убедись, что забрал вирусное оружие. А где оно? Оно находится у него в кармане? А как я теперь у него... Как же я теперь у него в кармане пороюсь? Ну допустим, давайте сохраним. Короче, двоих убил с помощью мопеда. Вот так прикол. Вот так прикол двоих. Ликвидировал с помощью мопеда. Один встал. Найдено тело. То есть я убил четко того, кого мне надо было, прикинь? И никого остального не задел. Только вырубил. Они ищут. Они пытаются сообразить, кто это сделал. Но у них ничего не получится, потому что никаких не свидетелей, ничего нет. Просто я сделал все идеально. Только мне теперь нужно забрать еще у него какое-то вирусное оружие. Не знаю, что это такое. Но его надо забрать. А нет, все-таки кого-то задело. Кого-то все-таки задело. Ну или просто он устал и прилег отдохнуть. Сейчас они все разбредутся. По идее, они должны начать паковать его в мешок. Подобрал пушку. Так, разбудил. Да, он прилег отдохнуть. Он не сдох. Тут их очень много. Их тут раз, два, три, четыре, пять. Как будто бы какого-то президента охраняют. А этого уже разбудить не получится, да? Так, они идут. Куда они идут? Чего вы сюда претесь, пацаны? Так, его поканули в мешок. Его поканули в мешок. Вот этим ребятам на меня похер, да? А, в принципе, уже всем на меня похер. Ну тогда это наш выход, господа. Господа, это наш выход. Это наш клиент. Смотри. А, так лекарство на полу осталось? Они что такие тупые? Они прям настолько тупые, да? Оставили вирусное оружие на полу. Вот так прикол. Будь с ним осторожен. Все задачи выполнены. А как иначе? Профессионал. Когда профессионал берется за дело, так и происходит обычно. Все задачи выполнены, все цели ликвидированы. Мы с вами не замечены. Прям эксперт-мастер-подрывник. Говорю, я больше предпочитаю убивать всех по-тихому, но как-то сейчас все идет просто подрыв на подрыве. Покинуть миссию. Ладно. Ну а как? А как по-другому было делать? Вы же видели. Я пытался как бы провернуть какие-то варианты другие, которые я там видел, да? У себя в голове. Я не знаю, короче. Но к колоколу они не пошли. Туда не захотели. Того тоже не того. Короче, так получилось, что мы их ликвидировали при помощи байков. Да и все, да? Пройдено испытание. Ну тут какие-то было, конечно, тут много было, да? Вариантов, судя по всему. Можно было его вон толкнуть в могилу или что-то типа того. Но во всяком случае у нас рейтинг аккуратный убийца с новым личным рекордом. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом заканчивать. Всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Пишите свои комментарии, залетайте также в TikTok, забегайте в Instagram. И всем до встречи, ребятушки. Всем увидимся в следующих видео. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok